Железнодорожники совместно с сотрудниками госавтоинспекции вручают водителям листовки, напоминают о правилах переезда через ЖД пути и рассказывают про ДТП, произошедшие ранее. Как бонус небольшой подарок салфетка в машину. В РЖД ведут постоянную работу по сокращению количества нарушений. Проверяют состояние ЖД переездов, ремонтируют их и оснащают дополнительными системами безопасности. Все ради того, чтобы не допустить трагедии. Однако сам водитель тоже должен помнить об ответственности. Как правило, все ДТП на ЖД путях совершаются по вине автомобилистов. Когда водитель уверен и убежден в своем опыте, что он успеет, а бывает так получается, что он просто либо не успевает, либо остается внутри коллижи на дорожном пути и остается, можно сказать, наедине с ситуацией. Это хорошо, когда бывают охраняемые же дорожные переезды, когда есть работник, который включит заградительную сигнализацию и предотвратит наезд подвижного состава. А бывает, когда на неохраняемых переездах машина может остаться и происходит ДТП. Александр Пономарев дежурит на этом переезде второй год. Говорит, ситуации видел всякие. Такие рейды, по словам мужчины, полезны. Люди смотрят, как видят, стараются не нарушать, потому что им памятки раздают, объясняют. Ну, конечно, смотришь и понимаешь, что случилось. Отражается память? Ну, конечно. Конечно, полезны, да, очень даже. И действительно, стоит отметить, на сегодняшний день ДТП в местах, где пересекаются машина и поезд, в нашем регионе стало действительно меньше. В текущем году ДТП на железнодорожных путях не зарегистрировано. Около 14 правонарушений пресечено при проезде железнодорожных переездов. Госавтоинспекция города Барнаула призывает участников дорожного движения к строгому соблюдению правил ПДД. Однако, расслабляться не стоит. Только вдумайтесь. Тормозной путь состава, который движется со скоростью 70 км в час, составляет примерно 600-700 метров. А это на минуточку. Шесть футбольных полей. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком.